Резанская область Ну а теперь обо всем по порядку. С 1 декабря вступил в силу закон об отмене так называемого мобильного рабства. По замыслам разработчиков этого закона отныне россияне смогут менять мобильных операторов, сохраняя при этом свой старый номер телефона. Правда такая услуга будет платной, хоть и недорогой. Переход будет стоить 100 рублей. По данным российской газеты, сменить своего провайдера связи хотели бы от 15 до 25% россиян. Впрочем, операторы сотовой связи советуют пока повременить с переходом. И предупреждают, что на начальном этапе у абонентов-перебежчиков могут появиться проблемы с роумингом, доступом в интернет и даже пополнением счета. Также сейчас именно оператор решает, когда произойдет перенос номера. И такой порядок, как обещают чиновники Минкомсвязи, продлится до апреля 2014 года. Однако в будущем смена оператора будет проходить в течение недели. Многочисленные операторы предлагают невероятно большой ассортимент тарифных планов, возможность выбрать телефонный номер и многочисленные бонусные программы. А вот как быть, если номер вашего телефона стал вам родным и любимым, его знают все знакомые и близкие, а вот оператор связи перестал устраивать и его хотелось бы поменять. С 1 декабря этого года в силу вступил закон о переносимости мобильных номеров. Госдума одобрила законопроект, который должен упростить для абонентов процедуру смены сотового оператора с сохранением прежнего телефонного номера. Впрочем, по мнению ряда экспертов, сейчас компании часто не спешат отпускать клиентов и всячески затягивают этот процесс. Знаете ли вы что-нибудь про мобильное рабство и про то, что его отменили с 1 декабря? Я слышала о том, что вроде сохраняя мобильный номер свой собственный, можно будет перейти к любому оператору сотовой связи. Вот только когда не знаю, ну что-то такое было. А вот информация о том, что уже можно. Вы хотели бы ее воспользоваться? Я считаю, что это колоссальный прорыв вообще для всех абонентов, потому что, допустим, номер телефона бывает очень важным. Для меня мой мобильный номер, ну очень важно, он знает очень большое число людей и приходить к другому оператору на более каких-то удобных для себя условиях не получается, потому что не хочется менять номер телефона. Если действительно сейчас это уже возможно, ну это просто здорово. Вообще оператор не хотел бы поменять, но это интересная затея, потому что некоторые люди переходят с других операторов и неудобно, когда меняются номера, чтобы всем сообщать и так далее. Ну как бы интересно сейчас посмотреть будет на этот закон как бы в действии, как будет происходить. Это будет пока не сделать систему полную всех номеров, и она будет и на Москве, скорее всего. Согласно нормам закона об отмене мобильного рабства, смена оператора с сохранением номера должна занимать не более 9 дней и стоит не более 100 рублей. Но при этом менять оператора россияне смогут не чаще, чем два раза в год. Правда, в отличие от аналогичных законов в других странах, в отечественном законе есть ограничения. Менять оператора можно только в пределах одного региона. В общем, как заработают нормы закона об отмене мобильного рабства, можно будет понять лишь в апреле. Однако уже сейчас эксперты полагают, что для абонентов-перебежчиков могут резко вырасти счета за оплату сотовой связи. Ведь в случае перехода к другому оператору, льготная услуга на звонки внутри прежней сети фактически пропадет. Также на этой неделе рейтинговое агентство Интерфакс Эра подвело итоги рейтинга российских регионов с точки зрения фундаментальной эффективности и экологической ответственности бизнеса за 2012 год. Это ежегодное исследование, в котором участвовали более 4000 предприятий. Рязанская область заняла в этом рейтинге 72 место рядом с Камчатским и Ставропольским краями. Между тем, как отмечают специалисты рейтингового агентства, Рязанская область вошла в число 15 регионов, где местные предприятия раскрывают меньше половины экологических показателей и данных об энергоэффективности. Сейчас получается, что судя по этому рейтингу, предприятия Рязанского региона можно назвать экологически ответственными с очень большой натяжкой. Непонятно, то ли это тяжелое советское наследие, когда за 60-е и 70-е годы 20 века Рязань превратилась в крупный промышленный центр, либо современный мониторинг окружающей среды в городе отнюдь не на высоте. Надо сказать, что почти все крупные предприятия, построенные во время послевоенной индустриализации города, относились к так называемой группе А. В новых экономических условиях после распада Союза большинство заводов, как говорится, приказали долго жить. Из прежних гигантов остался разве что нефтезавод, на вредные выбросы которого уже устали жаловаться жители соседних с ним микрорайонов. Да и на других предприятиях Южного и Восточного промузлов довольно часто выявляются нарушения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. Таких, например, как фенола, формальдегида, сероводорода или углеводорода. Периодически даже возбуждаются дела об административных правонарушениях, накладываются штрафы. Однако через некоторое время предприятия берутся за старое, учащаются сбросы отходов по ночам или в выходные дни. Надо сказать, что вместе с заводами была развалена и советская система мониторинга за окружающей средой. По словам рязанских экологов, сейчас нужно как можно скорее возродить постоянные и круглосуточные наблюдения за состоянием атмосферного воздуха. Вот как-то уже давно возникла такая тенденция или направление, как устойчивое экологическое развитие. Устойчивое экономическое развитие. Что это за термин вообще? То есть это вот такая гармония между производителями и экологией. Когда производитель не наносит вред природной среде и она имеет возможность восстанавливаться. Вот я думаю, что у нас такое вот устойчивое экологическое, экономическое равновесие в городе, оно просто отсутствует. Получается, что пока чиновники не смогут наладить должным образом систему контроля за окружающей средой, до тех пор и Рязанский регион будет находиться в нижних строчках рейтинга экологической эффективности. Впрочем, директор рейтингового агентства «Интерфакс-Эра» Владимир Мартынов отметил, что руководство регионов может повысить рейтинг субъекта, если будет активно способствовать раскрытию экологической отчетности своих предприятий. К другим темам. В Академии ФСИН России начался международный форум работников уголовно-исправительной системы «Преступление, наказание, исправление». На два дня в Рязань для обмена опытом приехали более 40 участников из 15 иностранных государств. Рассказывает Оксана Тебенихина. 5 и 6 декабря на базе Академии ФСИН России проходит международный пенитенциарный форум. Главной его задачей является обсуждение основных направлений развития уголовно-исполнительной системы России, а также обмен опытом с иностранными коллегами, работающими в системе исполнения наказаний. В форуме приняли участие 42 спикера из 15 государств. «Система в этой области развивается очень динамично. Мы говорили, что помимо Академии есть еще и учебный центр, достаточно современный. Есть проблемы, но они, в общем-то, решаются. Мы, вот, Саня Николаевич, как раз говорили на эту тему, как совместными усилиями, чтобы, так сказать, руководство области, руководство службы совместными усилиями продвигало и улучшало и материально-техническую базу Академии. Потому что я могу сказать, что Академия – это уникальное учебное заведение. Оно практически единственное такого широкого профиля у нас в стране. И плюс к тому, что мы вот как раз на этом форуме будем обсуждать возможность участия в обучении наших коллег из стран СНГ, а это тоже накладывает отпечаток на профессиональный уровень специалистов и профессорского преподавательского состава. То есть здесь все в совокупности. И, конечно, без руководства области мы вряд ли что-то можем сделать. Также участие в форуме приняли представители органов государственной власти Российской Федерации и общественных организаций. Кстати, события такого масштаба, как в Рязани, так и в стране проходят впервые. Встреча участников форума в нашей области, несомненно, поднимает статус региона. Об этом сообщил губернатор Олег Ковалев, который также присутствовал на торжественном открытии форума. Надо развиваться, надо укреплять Академию. Это хорошая база для подготовки специалистов для пенитенциарной системы. Она имеет такое даже значение не только общероссийское, но и здесь готовят специалисты и Азербайджан, и Казахстан, и так далее. Поэтому, значит, надо укреплять базу. Мы говорили о том, что внедрение новых систем обучающих, о строительстве новых корпусов. Конечно, это непросто в условиях нынешней экономической ситуации в России, но мы пришли к взаимопониманию, что развивать будем. Надо летний лагерь, вернее, загородный лагерь, где СИН, это все-таки военизированная организация, и загородная учебная база, она должна быть более, так будем говорить, оснащена, более лучше иметь подъезды, все с тем, чтобы давать еще и полевую выучку специалистам. Поэтому вот эти темы мы обсудили. Я думаю, взаимопонимание у нас есть, будем дальше продолжать работать. Ко всему прочему, в стенах Академии открылась выставка, на которой представлены образцы новой формы одежды для осужденных, макеты исправительных учреждений нового типа, выпускаемые предприятиями уголовно-исполнительной системы продукции, а также современные технологии, связанные с обеспечением охраны и безопасности. Обратите внимание, что в данной системе полностью проинтегрирован беспилотный летательный аппарат, и при пересечении периметра беспилотник занимает позицию над сработавшим датчиком, оператор имеет возможность управлять им мышкой на клавиатуре вправо-влево, потом нажимает кнопку посадка, беспилотник сам полностью автоматически осуществляет посадку. Официальная часть формы завершилась конференцией, на которой ее участники отвечали на все интересующие прессу вопросы. Возможно, что носить эту самую новую форму российского осужденного предстоит и одному из владельцев игорного клуба в Рязани. Следователи завершили расследование уголовного дела по факту попытки дачи взятки. Следствием установлено, что в сентябре этого года обвиняемый незаконно организовал на территории советского района города Рязани игровой клуб. Осознавая, что данная деятельность является незаконной, молодой человек предложил сотруднику полиции оказывать ему за ежемесячное денежное вознаграждение покровительство. Покровительство выражалось в том, что оповещать его о предстоящих оперативно-профилактических мероприятиях по пресечению незаконной игорной деятельности. При попытке передачи 30 сентября в одном из городских кафе взятки в размере 60 тысяч рублей обвиняемый был задержан сотрудниками ОМВД России по Рязанской области в рамках проведениями оперативных мероприятий. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где и должно будет рассматриваться по существу. Продолжает программу сюжет обзор происшествий от рязанских силовиков за эту неделю. Уже по сложившейся традиции подведем итоги работы рязанских силовиков за минувшую неделю. На днях рязанские полицейские задержали 50-летнего жителя Шиловского района. Место жительства в его паспорте не обозначено, зато судимости в жизни мужчины, по словам правоохранителей, присутствовали. Сейчас ему вменяется порядка полутора десятков хищений из квартир и домов, хотя сам воришка утверждает, что от его рук пострадало куда меньше народу. Ты так давно и в деятельности занимаешься? Совершил, я не знаю, 9 или 10 краж. А ты судимый? Да. Ранее? По каким статьям? Да. По каким статьям? 158 последний раз были вторые. Дали 2 года срок. Шиловский форточник орудовал не только в своем родном районе, но и в Старожиловском, Спасском и даже на территории Рязани. Сотрудниками управления головного розыска была получена оперативная информация о том, что гражданин, житель города Рязани, ранее судимый, совершает на территории города Рязани и Рязанской области кражи из квартир, магазинов, офисов. В ходе отработки данного материала, информации, данный гражданин был задержан с поличным после совершения очередного преступления. В Старожиловском районе Рязанской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 25-летний мужчина. Авария произошла во вторник в 4 утра. Точная причина ДТП пока выясняется. Но факт остается фактом. На автомобиле была установлена летняя резина. Сейчас это основная причина большинства аварий в нашем регионе. 25-летний местный житель, проезжая на автомобиле «Опель» по мосту через реку Дысья, не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло. После того, как автомобиль развернул, он сбил ограждение и совершил опрокидывание на крышу в реку. Водитель погиб на месте происшествия. Также рязанские дорожные полицейские стали инициаторами установки ограждений вблизи регулируемых пешеходных переходов. Пока, правда, только в центре города, но начало положено. Отдел ГИБДД по городу Рязани данный вопрос совместно с прокуратурой подняли и по решению суда обязали администрацию города устанавливать данные пешеходные ограждения. За 11 месяцев этого года на территории областного центра произошло 314 наездов на пешеходов. В них 19 человек погибло и 309 получили телесные повреждения. 154 происшествия случились по вине пешеходов. Именно вина в том, что они переходили проезжую часть в неустановленном месте, в том числе и рядом с пешеходными переходами. До конца этого года планируется установить более четырех погонных метров ограждений. Для этих целей администрации выделено 5 миллионов рублей. Но что значит деньги по сравнению с человеческими жизнями, которые эти сооружения помогут спасти? Для того, чтобы не шлепали, где попало. А как вы считаете, нужно действительно полезно? Нужно, нужно. У нас такие мы бабки-то. Конечно, нужно и полезно. Для этого есть светофоры и есть переходы. Люди иногда 10 метров не могут пройти, чтобы пройти по переходу. Переходов и так достаточно много, поэтому все правильно. Я считаю, даже очень будет удобно для пешеходов. Хотя тут по дорогам бивать не будут. Совсем недавно на вооружение рязанских полицейских поступил специальный прибор для обнаружения в салоне автомобиля взрывчатых веществ. Сотрудники полиции в целях предотвращения профилактики террористических актов на территории Рязанской области проводят мероприятия по выявлению машин, которые перевозят взрывчатые вещества. Специальным прибором, который работает по факту выявления запаха, содержащих взрывчатые вещества, берет пробу этого воздуха в машине и на основании пробы этого воздуха проводится экспертиза. С помощью прибора инспекторы ДПС в считанные минуты проводят экспресс-анализ на обнаружение в салоне автомобиля взрывчатых веществ. Эту процедуру будут проходить все водители, которых останавливают полицейские для проверки документов на стационарном посту. В Рязани ряд автомобилистов уже прошли подобную проверку. Вот такой была эта неделя для рязанских блюстителей правопорядка. В эфире программа «Время говорить». Смотрите во второй части программы. Наркотикам нет. Рязанские наркополицейские подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». Прощай оружие. Рязанские полицейские продолжают изымать оружие без лицензии. На этой неделе рязанские наркополицейские подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью», прошедшей в ноябре. Благодаря анонимным телефонным звонкам и сообщениям по электронной почте, оперативники задержали нескольких наркоторговцев. Рязанским наркополицейским во время их регулярной акции «Сообщи, где торгуют смертью» удалось проделать огромную работу. На горячую линию управления поступило почти три десятка звонков от обеспокоенных рязанцев и жителей области. В одном из сел Кораблинского района изъяли более одного килограмма марихуаны. Наркотик хранился по месту жительства у 28-летнего местного жителя, который сам же наркотики и употреблял. Всего в ходе досмотра помещений изъят один килограмм, 175 граммов данного вида наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по части 2-й 228-й Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Еще один наркопритон был расформирован в самой Рязани. Мужчина, держатель преступного предприятия, был пойман с поличным. Сотрудники наркополиции во время своего визита застали в притоне пять человек, включая хозяев и трех посетителей. Все они находились в состоянии наркотического опьянения. По факту организации и содержания наркопритона возбуждено уголовное дело. Взаимодействие между сотрудниками госнаркоконтроля и неравнодушными гражданами – дело очень важное. И здесь не нужно ничего доказывать. Результат совместной работы виден невооруженным глазом. Рязанские полицейские продолжают рейды по изъятию оружия у тех владельцев, кто забыл продлить лицензию. С начала этого года за различные нарушения правил оборота оружия на территории области к административной ответственности привлечено более полутора тысяч граждан. На учете органов внутренних дел Рязанской области состоит более 35 тысяч владельцев гражданского оружия, имеющих в собственности 57 тысяч единиц оружия. Сотрудниками полиции ежегодно проводятся проверки владельцев оружия по месту их жительства. При выявлении нарушений граждан могут привлечь к ответственности, как к административной, так и к уголовной. Оружие при этом изымается. Если человек вовремя не перерегистрировал ружье или хранит ненадлежащим образом, то мы привлекаем либо к административной ответственности. Было за последний год составлено 2000 административных протоколов за нарушение прав хранения оружия. И было возбуждено 21 уголовное дело за нарушение правил также хранения оружия. Но изъято было 10 тысяч патрон и 3000 огнестрельного оружия. У МВД России Призанской области напоминает владельцам гражданского оружия о необходимости своевременного продления разрешений на оружие и предупреждает об административной ответственности за нарушение. В приемный день к нам обратился гражданин с просроченным разрешением на хранение и ношение оружия. В результате на данного гражданина будет составлен административный протокол и оружие будет изъято. После чего необходимо гражданину собрать документы для продления данного оружия и оружие будет возвращено ему назад. Просрочил разрешение, сам принес оружие, сдал его. Теперь буду направлять документы на продление нового разрешения. Когда мне его продлят, я получу снова разрешение и получу свое оружие обратно. Прошу вас всех думать об этом, что разрешение надо посмотреть и продлять их, и не забывать об этом. Словом, не забывайте, что оружие – это далеко не игрушка и требует серьезного к себе отношения. Продолжать программу сюжет из цикла «О семьях хороших», снятых совместно с Министерством социальной защиты населения и при поддержке правительства Рязанской области. В комнате Акима сына супругов Евдокимовых, пожалуй, только два главных предмета – учебники по медицине и гитары. Он даже после окончания обучения сам ходил заниматься к преподавателю. Он молодец. Когда мы купили ему гитару первую, папа не верил, честно говоря, в какие-то его успехи будущие. И я говорю, сынок, давай не разочаровывай родителей. Анне и Акиму повезло с родителями. Они всегда помнили главную истину. Деньги, вложенные в образование и развитие детей, никогда не уйдут напрасно. Нам родители никогда не запрещали чем-то увлекаться. Они всегда этому способствовали. Если мы хотели танцевать, если я хотела танцевать, то мне без всяких проблем покупали танцевальные принадлежности, балетки, и я шла танцевать. Если брат хотел заниматься плаванием, мы покупали все для этого необходимое. Практически все комнаты и коридоры этого дома украшают картины. Это еще школьные, а не на работы. Надо сказать, очень достойные. Она рисует не только на холсте, но и на ткани, и на тарелочках. Когда-то мечтала стать художником, а вот сегодня учится на факультете русской филологии и национальной культуры, на отделении журналистики. Самым лучшим, уточняет она. Свою семью я приезжаю всегда с радостью, потому что дом – это то место, куда всегда приятно приехать. Это для студента особенно важно, начиная с того, что пообщаться со своими близкими, заканчивая тем, что просто поесть как следует. Мама с детства приучала детей к книгам, папа к труду. Результат налицо. Даже в редкие выходные их не оторвать от учебников. Ну, а учебу в меде по-другому я себе и не представляю. Я когда и в Рязани, там, у себя на квартире, ты приходишь с учебы, садишься, и все, голову опускаешь. Ну, когда с учебы приходишь часов в шесть, и потом часов в двенадцать ее поднимаешь и ложишься спать. Зато в свободное время, когда удается собраться, не поверите, всей семьей с удовольствием ходят на рыбалку. И самая большая удочка, пятиметровая, между прочим, у хрупкой Ани. Я помню, мы однажды ездили на озеро, я поймала самого большого карася. Даже вот мужчины, которые профессионалы в этом деле, они очень удивлялись и завидовали моим успехам. Участие и тем более победа в конкурсе «Семья года» стала для всех настоящей проверкой. Все делали вместе. Рисовали одинаковые футболки, готовили кричалки, писали стихи. Ой, это целая авантюра. Нас очень долго уговаривали, чтобы мы поучаствовали в этом конкурсе, потому что, несмотря на то, что я учитель, я человек непубличный, и для меня вот это все, конечно, очень волнительно. Надо сказать, Марина Васильевна – учитель высшей категории, она преподает уже четверть века. А вот листая ее школьный альбом, то и дело замечаешь одно и то же лицо будущего мужа. Учились мы вместе с первого класса. Жили напротив друг друга, далеко ходить не приходилось. Дружили, наверное, с класса шестого. Это действительно так. Я его советовала сразу. Знаете почему? Потому что у него был костюмчик не такой, как у других, синенький, темный. И он был очень-очень смуглый. На самом деле история их отношений началась гораздо раньше. Их родители жили буквально через улицу. Когда мама Сергея родила третьего мальчика, а мама Марины – третью девочку, в шутку договорились. Может, поменяемся для разнообразия? Практически так и получилось. Семья для меня – это общая любовь наша домашняя. Это когда ты любишь детей и супругу, и когда дети к тебе тоже относятся с любовью и тебя уважают. И сама их очень люблю. Дети меня любят, муж меня любит. Вот этим и горжусь. Женщина наша, и куда она повернет, там все и будет сделано. Даже выбор имен для детей не случайен. Анной и Акимом звали родителей Девы Марии. Бабушка была очень верующим человеком, с ее подачи и назвали. Когда ты в окружении своих родственников, ты ощущаешь себя нужным в этом мире и как-то чувствуешь себя уверенно. Значит, остается пожелать семье Евдокимовых только новых стремлений, потому что с таким тылом, в чем точно не будет недостатка, так это в уверенности. Это все, что мы успели вам рассказать. Хорошего вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова